Про человека, который потерпел катастрофу, оказался в аду, один из олигархов тогдашних. И он теперь вспомнил тех, у которых и пенсии не было, который выброшенный, валялся, не было социальной помощи, медицину никто не вызывал к нему на помощь. Единственное, кто жалел его, собаки, лизали, слизывали гной кровью, этим умягчали раны его. Богач учился многому здесь, у него средства позволяли в платных учреждениях учиться, в элитных, может быть за границей, какой-нибудь кембриджский закончил. Но там его никогда никто не учил таким словам, как свидетельствовать о Боге, свидетельствовать о мучениях, это тоже свидетельство. Свидетельствовать о муках адских страшных, где нет воды. А у него каждый год отдых на Баганских островах, у него все, и яхты золотые. Но вот наступил день, когда ничего этого нет. И теперь ему заново надо переучиваться, свой лексикон словарный поменять. Он ничего из этого не вспоминает, ему напоминают, только вспомни, ты получил доброе твое. Почему он сам-то не вспоминает? Слово Божие говорит, когда наступает бедственное время, человек не вспоминает о днях радости. Все это уходит, как молва быстротечная. И вот теперь, говорится так, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения, которое он отрицал, может быть, насмехался. А, на том свете угольками рассчитаемся, люди говорят. Вот теперь у тебя достаточно для расчета, но память отшибла, ничего не помнит. Вот вдумаемся в эти слова. Сегодня это читается во всех храмах на пяти континентах. Вот это. Но кто остановится именно на этом слове? Да, конечно, в аду плохо, а в раю хорошо. Ангел-то, если он был, этот Лазарь, ангелом на лоно Аврамова, по-сегодняшему понимать, это в рай. Ну, тогда в райе еще двери не открыты были. Вот монахи это и ухватили. И сегодня проповеди будет только об этом. Творите добро, жертвуйте милостыню, покупайте больше свечей. И особенно за этого богача надо бы молиться. Но вот ничего этого нет здесь. Если бы Аврам сказал так, у них там есть священники, пусть они помолятся, побольше пожертвуют. Сорочины, годовщины, десятины справляют. И тогда он вылезет и напьется воды, там бочок на берегу ада стоит, как рисует. Ничего этого нет. Это поповские выдумки. Даже намека на это нет, как Златоуст говорит. И богач не только не сказал, говорит, об этом, чтобы его муки облегчить, но даже не подумал об этом, потому что он переучивался. Он понял выхода. Нет. Решение вынесено окончательно, никакой апелляции не принимается. Здесь ты должен безоговорочно принять мысли Божии. А мысли Божии такие, ты получил доброе в жизни твоей. За доброе в жизни придется отвечать. И доброе это, если ты ради Бога делал, оно принесет добро в вечности. А если доброе только в себя обогател, придется отвечать. И ответ ужасен. Люди смеются, ну что там, жареная на сковородках рисует в котле. Грешники сидят и говорят, куда сегодня на дискотеку пойдем? А там лукавый его кочергой. Ничего этого не будет. Будет одно горькое, страшное, невозвратное сожаление. Никогда ничего нельзя сделать с неподкупным судьей. Там не будут заседать или заседать, бабки решать, опустить или не отпустить. Этого не будет. Будет только одно. Горе с рыдания. И с воплем он возопил. И кто был там, говорят, смрад, ужас, безысходное, невыносимое тосное. Музыка обуяя человека. А он мог изменить свою жизнь по-другому. А теперь он заботится, засвидетельствует. Да откуда у тебя слова такие засвидетельствуют? Посмотрим, что слово Божие говорит. Слово Библия Божия. 181 раз говорит о свидетельстве. Я вам напоминаю цифры, чтобы поразить ваше воображение. Ведь 181 раз. Ну, конечно, он всего не мог знать это. Потому что в Ветхом Завете там поменьше. А слово засвидетельствует твердо, окончательно, 24 раза. Как об этом говорит Слово Божие? А мост 3.13. Господь говорит так, что засвидетельствуйте. Спросите их, знают ли они путь спасения. Засвидетельствовать необходимо. Пророков с этим Господь и посылал. Иоанн 1.34. И поэтому, говорит, я свидетельствую, что за мной идет Сын Божий. Это надо засвидетельствовать. Знать о чем? О наказании. О муках вечных. То есть то, что говорится у нас. Мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. А в символе веры-то должно, видимо, было бы сказано. За неверие мука вечная. Ну, тут, видимо, подразумевать надо. Деяние 8.25. Они же засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне. Обратно пошли в Иерусалим. И во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Туда шли и проповедовали, свидетельствовали. И обратно пошли, свидетельствовали. Вот приедет наш дорогой батюшка. И мы его попросим. Ты туда ехал. Кому ты засвидетельствовал? С теоретством или кому? Или обратно ехал опять? В каких? Ну, в селениях ты не мог. Самолет не опускается. Но где-то ты был. Кому ты засвидетельствовал? Запомните. Откуда спрашивают? Деяние 8.25. В третьем послании Иоанна 1.3 говорится. Я весьма обрадовался, что братья начали заботиться друг о друге. Он сильно об этом заботился. И засвидетельствовали о твоей верности. Чтобы засвидетельствовали о нашей верности, надо вообразить, что имел Иоанн в виду. Это верность словам Господа. Я прошу от всяких суеверий, отгребайтесь. Не ищите я оздоровления. Где-то я прочитаю молитву, сколько-то раз или Акафисы, и мне попалекше. Уповай на Бога. Достаточно бывает один раз сказать, но от всего сердца. Надейся на Господа, чтобы наша верность была Господу известна. Нам нужно усиливать сейчас моление о том, что будет дальше с нами. Они обманывали нас, наши руководители. Говорили только евхаристическое общение. Но мы уже об этом говорили и писали. Нет, это у них только зацепка была. Ну, прищищаются. Ну и пусть они прищищаются. К нам никто не придет. Мы туда не пойдем. Нет, это только начало. Им нужно разрушить нас. Им нужно, чтобы мы были такие, как они. А мы даже всем засвидетельствовали, что сделаем все возможное, что не попасть в то место мучения, в ту патриархию, где они мучаются. И не знают, что со своими попами делать. Люди иногда говорят, живем как в аду. Так вот я посмотрю, как в храмах ведут себя люди, как приходят. Это преддверие какое-то ада. Ничего не знают, все к причастию лезут. Затаут говорит, что это смертельно опасно. А так как хотели Господь мне рассуждать, многие больные умирают. Это врата ко всем болезням. Священник этого ничего не знает. Он облегся в другую форму. Одежду у него ладом, запах, все другое. И он думает, все, рай покорился ему. Нет. Мы ожидали, что они хотя бы осудят декларацию Сеергия на объединение. Я так предполагал. Но такой беспредельный цинизм в патриархии, я уже всего ожидал, но не ожидал. И даже из-за куменизма не вышли. Они вообще ничем не пожертвовали. И в эту Клоаку лезьте нам туда. Это хуже смерти. Это ад. Будем молиться о том, и о наших братьях, которые уже совратились. Чтобы мы не попали в это место мучения, в эту патриархию. Это преддверие адова, в том состоянии, в котором оно есть. Я это докажу в течение пяти минут. В первую очередь, никто не знает Евангелия. Мы ни одного не встретили. Дальше ненависть к Слову Божию. Ненависть к свидетелям Христовым. Это на уровне патриарха идет. До самого низу. С кем бы мы ни встретили, сходят по городу. Они люто ненавидят Слово Божие. Это враги Божии. И нас туда тащат, да в уме мы или нет, чтобы мы туда пошли. А куда пойдете? Пока никуда. Наша сила сидеть спокойно, пророк говорит. И молиться. У Бога что-то приготовлено. Наша сила заключается в доверии к Богу. Но помните одно, что богач молился там с опознанием. Мы еще находимся на земле. Будем молиться. Находиться там, делать как они. Вот это торговля, все это за деньги. И никакого общения нет между людьми и все чужие. Но это то же, что богач там находится. Это только там окончательно, а здесь еще может измениться. Ни под каким видом уверовавший человек не может желать соединяться с беззаконниками, со священниками, с епископами. Они все как один. Они ненавидят Слово Божие. Они ненавидят свидетельство Христово. Поэтому они не проповедуют и не будут говорить сегодня на эту тему. А будут говорить, как князь Владимир монах икону представил. Художники умели рисовать. И говорят, эти в раю, потому что они крещение приняли. А вот эти в аду, а они крещение не приняли. И он уже больной лежит. Этим-то хорошо. Тут он разобрался. Сразу монах понял. Все наш. Прими крещение и рай тебе обеспечен. Хорошо, принимаю. В чистом виде мусульманство. Иначе голову тебе отрежется тона уже. Ни человек, ни Мухаммад. Мы-то ничем не отличаемся от тех, которые не знают Христа. А почему ему монах, князь, это Владимир и не сказал, что надо царь или князь по-другому подойти к спасению. Надо полностью раскаиваться, осудить. Ты думаешь, у тебя дети, вот ты назвал Борис, Глеб. А этого, конечно, ты большие надежды возлагаешь. Святополк. Они слепые были. Они не видели, что Святополк одному из сыновей представится кличка Окаянный, который Бориса и Глеба убьет, зарежет их. Почему? В семье у него было не лучше, чем у царя и пророка Давыда. Слово Божие не царствовало. А чтобы не пришло это место мучения для всех, надо было тогда засвидетельствовать им. У князя было бы другое отношение. Самому плакать, может быть, от княжества отказаться. В прахе и пепле рыдать за убитого брата родного, что жену отнял. Жил беспутно. Да, теперь он изменился. Да и возраст уже не тот был. Надо все это понимать. Обращения как такового рождения свыше у Владимира не было, как у Константина. И поэтому на тысячи лет уже заряд получили. Он так сделал, он святой, равно апостольным. А раз равно апостольным, настолько мечта ему подражать. А ему Слово Божие даже не дали. Он даже не слышал, а то на икону увидел и понял, в раю хорошо. А чтобы пай-пай-страть, очень просто довериться папу. Ну, правда, крестили в воде, полное погружение. Тут уже ничего не скажешь. Третье послание Иоанна 1-6. Вот задумайтесь, о чем свидетельство? Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. И, пишет одному о церкви, значит, мы должны и свидетельствовать друг о друге. Говорить, как Бог сделал преображение какое. Вот вы написали о себе ваше свидетельство в 15-16 о том, как вы пришли. Я сейчас ссылаюсь на это. Вот почитай. Вот посмотрите как. То есть, братья засвидетельствовали, пришли и сказали, как он любит странника, как он принимает, накормит. У нас иногда бывают странники, полное обеспечение. Нам приятно это было слышать. Прошло две тысячи лет. Ну, кто он такой, Гай? Почему? Так и вышло. Потому что странно приимец. Странно приимец. А язычники в ответ сказали, там, Юпитер странно приимец, и храм построили в честь его. Они нам в ответ что-то могут показать, но они никогда не могут показать и спасенные души, которые в рай войдут. 1 Тимофею 6.13. Иди. Так Иисус говорит, засвидетельствовал доброе исповедание перед Понтием Пилатом. И ты иди так свидетельствуй. Какое же перед Понтием Пилатом Христос сделал свидетельство? Вот так сказать, сядь, запиши, и сразу-то и не запишешь. А надо посмотреть, что, он отвечал, доброе, что власть дается от Бога. Если бы ты знал, как он говорит, по-другому, что такое истина. Вот это доброе исповедание в кротость, он даже Пилата-то не обличил. И ты бы ничего не сделал, если тебе не дано было бы. Мы нигде не считаем об этом, что что-то особое Христос сказал. А Павел, видимо, все время подчеркил и в письме написал, Иисус перед Пилатом дал доброе исповедание. Поведут нас на допросы. Мы должны подражать нашему Господу, кротко и смиренно возвестись. Спасение во Христе. Кто в Христа не верит, какой бы он ни был великий, он будет там, где находится богач. Он будет жажить каплю воды и услышать Слово Божие. Мне очень близко толкование этого места Яном Златоустом. Большое чудо, когда человек исцеляется, но высшее чудо на земле, когда мертвый воскреснет. Как об этом говорят, вот тут такая Клавдия, она воскресла, пишут книжки об этом. А Ян Златоуст говорит, что если бы воскрес Лазарь и пришел, то это было бы меньшим чудом, чем верит Слово Божие. У них есть законы пророки, а воскресший Лазарь, он бы не привел их. Нет. Вот сейчас бы тех, которые умерли, гонители, которые расстреливали царя, вот сейчас бы их туда, интересно, засвидетельствовали они были или нет сегодняшним родным, близким, всем, кто остался у них, нашли бы они их. Перед правителем они пошли бы прямо вождей пролетариата воскресить, бородами безбородых, лысых, усатых, всех. И что бы они сказали, я думаю, это были бы наилучшие проповедники, но им бы сказали, вам срок отпущен. Как только вы один час без проповедей будете жить, один час так и не будете свидетельствовать, так в ад опять опуститесь. Я думаю, что они даже за стол бы не садились, чтобы только опять в аду не оказаться. О, как бы они свидетельствовали, они по сектантам, они бы не по-нашему. Как выходят с книгами наши, два-три человека. Нет, то есть это не это сознание. Почему? А Библию не считаем. Если Библия лежала, в них есть законы пророки. Вот о чем надо свидетельствовать. Свидетельствовать не надо еще не сами воскрешением мертвых. Достаточно иметь Библию. Евреям 2.6. Некто, негде, ну то есть непонятно еще кто, засвидетельствовал. Что значит человек, что ты помнишь его? Вот о чем нужно свидетельствовать. О красоте, устройстве человека, как Бог его сотворил. Что значит человек и как Бог его любит, как бережет, как ведет его, как спасает. Вот о чем надо свидетельствовать. Просто посмотри и засвидетельствуй. Я бы никогда этого не услышал, если бы слово Божие не было переведено на русский язык. Дивный наш Господь, Бог и Его. Благодарим Его. Где бы ты ни был, засвидетельствуй. Что есть человек такой? Язычники. И вдруг к ним приходит вера. И вера православная. Потом мы уже поймем, что какие там были изъяны. Но мы могли дойти до сути дела, находясь в православной вере. Что есть человек? И евреям 3.5 говорит о том, что надлежало возвещать, когда он был поставлен начальником Дома Господнем. О чем Моисея возвещал? О казни. О страхе перед Богом. О вечности. Он много говорил о соблюдении закона. Мы в этом очень нуждаемся. И он предсказал, что придет пророк, которого надо слушать. И его, как Моисея, восставит Господь. Восставит где? В израильском стане. Это Иисуса Христа. И Моисея об этом возвещал. Мы будем возвещать. В Старозаконе 12.30 Берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, безбожникам. Об этом надо возвещать. Не ходите на эти разные празднования, дни рождения. Совершенно порвитесь к этому нить, тянущую туда. А у меня там где-то родственники. Да, у вас есть родственники. Пойди за свидетельствами. Я прошу вас, где у вас были знакомые на работе, пойдите, развешайте наше приглашение, объявление о занятиях. У нас аудитория там на третьей части заполнена. Вот куда надо пойти. Пойди, чтобы они не попали в это место мучения. Это они уже попали. Они ходят в церковь, им больше ничего не надо. Притча 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя. Значит, о чем нужно свидетельствовать? С кем бы не остановились? Что-то говорят люди, скажи, а это в Библии не написано. А почему вы прибавляете? А следующий за ним. Всегда стих добавляйте, откровение 21, 27. А участь в лжецов, в озере Огненном. Тут Бог обличает, ты лжецом будешь. Кто в Библии что-то прибавляет, есть лжец. Чтобы туда не попали, в это место мучения. И евреям 4, 1. Поскольку будем опасаться, что когда остается еще обетование, кто не оказался опоздавшим. Вот о чем надо свидетельствовать. Скажи, ты сегодня еще в уме, ты ходишь, а ты разве знаешь, когда ты умрешь? Может оказаться поздно, слишком поздно и навсегда поздно. Мы не знаем, как этот богач умер. Нам вот рассказывают, они, как справляют богачи, свободное свое время, им все время нужно создавать какие-то особые экстремальные условия. Вплоть до того найдут старинную пушку, зарядят ее, и она выстрелит, и его тут же убьет. Это в Барнауле было, оторвало ему, говорит, плечо. А он одетый во всю там гренадерскую форму. И где написали об этом? Рассказали, что душа сразу в ад пошла. Совершенно без подготовлений. Он не верил в Бога. Он не исповедовался. Смотрите, еще время остается для покаяния. О чем надо засвидетельствовать? Нам показано конкретно о том, что написано в Писании. Он напомнил, у них есть Моисеи пророки. Слово Моисей встречается в Библии 825 раз. И из них 718 раз в Ветхом Завете. Христос говорил к ветхозаветним людям. И говорил Авраам к ветхозаветним людям. Те, которые еще до Нового Завета не дожили. Представьте, 718 раз этот богач мог услышать Моисеев закон. И он как будто никогда не слышал. И он не сказал, пусть он скажет им, как Моисеев закон. А пусть скажет, чтобы не попали сюда. А что тут скажет-то? Он тоже ничего не скажет. Он может только показать так. Я лежал вот у ворот богатого, и он мне даже крошки падающие со ствола не давал. Вот только об этом мог сказать. Он знал, что братовья у него точно такие же. Они там заведуют какими-то компаниями, какими-то трестами. Смотрите, творите милостыню. Он только это мог сказать. Откуда этот лазарь больной мог знать Евангелие? Откуда он знал о Христе? Ничего он не знал. Он мог сказать только о том, что видел. Иногда говорят, я неграмотный. Но то, что ты знаешь, тебе этого достаточно. Ты все время повторяй людям хотя бы одну фразу. Не покайтесь, все так же погибете. Не покайтесь, все будете в аду. Не покайтесь, будете гореть в огне. Обратитесь к Господу. Примите Христа в свое сердце. И слово, говорит, у них есть Моисей и пророки. Слово пророк в Библии встречается 631 раз. И 384 раза в Ветском Завете. Значит, и 384 раза богач мог услышать из Слова Божия. И ни один пророк к нему не пришел. Почему? А может быть и приходил, да он его не принял. А нам это пример. Как многие окажутся из православных неспасенными. Почему? Потому что им не указали на Евангелие. Они не знают, что такое толкование священного Писания. Сегодня, считая вот это в церкви, священники должны бы сказать, мы вас не учим. У нас были видения, как говорят, даже патриарху было. Ты дружишь не с правителями, а с кривителями. Тебе место в аду только будет. Как они сурово наказывают тех, кто распространял это видение. Ну да, я говорю, даже допустим его не было. Но разве так непонятно? Сегодня священники должны бы на этом слове остановиться и сказать. Вот мы вам не говорим и не свидетельствуем. И вы никому не говорите. И вам никто не говорит. И наше место где будет? Ну ясно где. Откуда посылают? А оттуда не приходят. Но сегодня до нас зашла одна вещь. У них есть Святая Библия. Считайте ее, чтобы не попасть в это место мучения. Считайте! Я уже неоднократно вам говорил Библию. Прочитай хоть один раз. Не можешь считать. У нас записано на пленках. На дисках. 96 часов. Ну неужели это целая жизнь? Старозаконие 4.1. Израиль, слушай постановление и закон, которые я даю вам для исполнения. Богач прослушал это. Бог дал нам эти законы. Мы услышали, какие законы? Спасение в вере. Вера без дел мертва. Итак, бегите, чтобы получить. Мы ведь не просто друзья-братья, а мы все время должны соревноваться. Быть может, Господь скажет, у них община большая 50 человек, а войдут только трое. Вот теперь бегите, и кто получит? Потому что много званых, а мало избранных. Это однозначно. Что спасутся далеко не все, до которых достигло Слово Божие. О которых-то не достигло, их вообще спрашивать ничего. В Тазаконе 3.12. Собери всех, чтобы они слушали и учились. Собери мужей, жен, детей, пришельцев, и учи их так, чтобы они старались исполнить все слова закона сего. Сколько же страданий было в этих словах у Моисея. Почему, видимо, Авраама отослал. Собери всех до одного. Говорит, до ребенка он ничего не понимает. У него другой уровень. Ты на самом простом уровне ему разъясни. Чтобы он понимал, что Бог видит его. И грех это страшно и ужасно. Ложь. Бойтесь, чтобы в детях не осталась малейшая ложь. Чтобы они неправильно сделали. Это сразу подходили к родителям, к старикам, к бабушкам и сразу же говорили. Я... Не за каждое дело наказывать надо. Ложь ведь влечет в ад. Ниеме 8.9. Народ плакал, слушая слова закона. И вот находясь в аде, он будет плакать человек. А может и не будет. Потому что откуда у него слезы, когда воды нет? А он даже на палец хотел. Он не просит напиться, а по языку провести. Да он его не хотел, может быть, чтобы он к перилам прикасался к нему. А теперь к самому ему прикасить, да еще и в рот залезть. Ну кто сейчас разрешит, чтобы пальцем в рот к нам? А он тогда богач-то, видите, чего вас желал. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. И я подумал, да ведь это относится и к тому, кто находится в преисподней. Раз ты отклонял ухо свое от слышания слова Божия, то там бог не слышит молитва твоя мерзость. Я только сегодня понял, что молитва-то она еще и имеет одну ступень. Исайя 30.9. Мятежные дети, вы лживые, вы не хотите слушать закона. Мы хотим разве быть мятежниками, что бог назвал лживыми? Если кто-то спросит, когда читал битв, ты сумей ответить только одним словом, сегодня. А не так, вы читали сегодня, спрашиваю ребенка? Нет, сегодня мы не читали. Я говорю, а в неделю что читали? Ничего не читали. Ребенок-то ведь сказал правду. Я переспросил второго ребенка, и второй так же ответил. А вот это семя-то, где оно лежит-то, оно должно в душе ребенка быть и Слово Божие. А иначе там тернием все запеленает. Пророк Иеремия 9.13. Говорит, вы оставили закон мой, и не слушали меня, говорит Господь, и будете пожинать по делам вашим. Близок Господь к каждому, уши которого открыты. Почему он, когда говорил, слушайте, то всегда написано, и воскликнул. Громкий голос сегодня достиг нас от очень хорошего проповедника, с того света, от богатого, от знатного. Но имени его нет златоуз, говорит, он безымянный, он даже имя себе не заработал. А валявшийся у подъезда дома его, знавшийся, сами имеют имя Лазарь. И он получил великое утешение. Где мы хотим быть? Засвидетельствует ли нам кто-то сегодня, я вам сказал, нам сегодня свидетельствует, что закон, мы услышали это. Что свидетельствует пророки, что новозаветние апостолы, что святые отцы православной церкви, мы все это услышали. И нам после этого не изменить, а оказаться в аду, какое будет горе, какой позор. Это оказаться хуже, чем этот богач. Да не будет этого с нами. Аминь. Продолжение следует...